Здравствуйте, дорогие друзья! За окном лета, все в отпусках, кто не в отпусках, мы в дачах, но правительство наше бдит, и оно срочно придумало нам новые проблемы. Эти проблемы про электронную подпись в нашей стране. Внимание, как вы можете прочесть покушение на нашу собственность. А почему покушение? Где-то вот в чем. У нас есть федеральный закон об электронной подписи, и он еще существует с 2011 года. И вот теперь правительство решило его усовершенствовать, и эти усовершенствования вы должны оценить в полноте. Но что такое электронная подпись? Ну, ее можно использовать во время совершения гражданско-правовых сделок. Это настолько широкое понятие, что здесь уже зарыта первая отнюдь не юридическая собака. А из чего состоит электронная подпись? Она, вообще говоря, если глядеть в закон, достаточно сложна. Она бывает простая и усиленная. А усиленная, если вы глянете на то, что мы тут попытались изобразить, еще и делится на неквалифицированную и квалифицированную. То есть с этого момента начинаются сложности для нас, трудящихся собственников. Что же нам говорит закон? Он нам говорит, то есть изменения в этот закон, что информация в электронной форме, подписанной квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документом на бумаге, подписанным собственноручно. То есть теперь собственноручная подпись вполне может быть заменена. И вот это та самая главная проблема, потому что дальше в законе написано, что может применяться в любых правоотношениях. А как я вам уже говорила, это уже сложно и опасно. Дальше, говорит законодатель, он на этом решил не останавливаться. Можно подписывать не то, что один документ, а пакеты документов. И должна вам сказать, говорит законодатель, я обращаю ваше внимание, пакет считается подписанной электронной подписью того вида, который подписан, пакет электронных документов. Я лично не могу понять, как пакет является пакетом, потому что он подписан пакетом. Ну, так написаны эти изменения. То есть, что это говорит? О чем это говорит? Мы можем оформить с помощью электронной подписи договора купли-продажи, мены, дарения. Это относится и к домам, квартирам, дачам, земельным участкам, и не только к недвижимости. Так что к недвижимости тоже. Что же из этого вытекает? Ну, вытекают изменения, о которых сказано в законе о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля. Вот это при слове «государственный муниципальный контроль» я начинаю содрогаться. Ну, еще есть федеральный закон об аккредитации в национальной системе аккредитации. Это сложно, читайте закон, там очень много на эту тему, и они будут тратить время на это. В Кодекс административных правонарушений, значит, могут быть административные правонарушения, законодатель это предположил. И в Уголовный кодекс Российской Федерации последнее пугает нас еще больше. По случаю того, что любители уголовным манером отнять у нас собственность, и до этого закона было полно. И во время действия его, как теперь думает Министерство связи, несовершенной формы. Но вот мне кажется, с помощью этого закона его будет еще больше, этого уголовного применения. Предусматривается, правда, ответственность за нарушения. Ну вот как они, вы сами взвесьте, стоят ли они тех несчастий, адекватны ли они эти наказания тому, что можно сделать с помощью вот этой самой электронной подписи, которая, возможно, будет вообще не ваша. Нарушение порядка хранения ключа электронной подписи влечет наложение административного штрафа на юридических лиц, то есть 400 до 500 тысяч рублей. То есть товарищ, который в каком-то там МФЦ оформляет вам это дело, не он будет отвечать, а будет отвечать МФЦ. За вашу собственность в миллионы может быть вот этим штрафом. Ну и должностное лицо, если наступит сговор с кем-нибудь или халатно к этому отнесется, целых 30 тысяч заплатит, если это со счет нужным наш справедливый суд. Ну и также в уголовный кодекс все-таки законодательщик возможно внести определенные наказания за умышленные нарушения обязанностей, предусмотренные в законодательстве. Ну вот, должностные лица будут оказываться мощным штрафом до 300 тысяч рублей. То есть когда они будут красть с этой помощью или мошенничать, или еще чего-нибудь там делать, вот и приготавливаться к этому преступлению. Вот такой штраф. Либо исправительными работами, либо работами там от двух месяцев до двух лет. Ну и решением права занимать определенные должности. Вы же понимаете, тех, кто так умеет работать, и которых случайно поймали за руки потом, когда срок этот истекает, а часто они дожидаются, берутся советниками в ту же самую структуру, которая это практикует. Когда же вступают эти изменения в федеральный закон? Ну они не могут вступить раньше, чем не пройдет этот закон, целую большую процедуру, в которой мы можем поучаствовать. Но сам по себе в этой части закон просто восхитителен. Он вступает в силу в одной части сразу после обогуликования, в другой через 120 дней, потом через 300, или 500, или 450, или 700. Я запуталась. Замечательная новелла. Она принесет нам массу удобств. Потому что запомнить, что когда и почему вступает в силу сложно, честно вам скажу. Юристу, который в этом дело будет заниматься, придется делать специальную таблицу и со временем с ней сверяться. А уж простому гражданину, о, какую лапшу можно будет ему вешать на уши, можете себе представить. Министерство цифрового развития и средств массовых коммуникаций этим не ограничилось, и еще решило постановление изменить 861. Что же оно хочет? Ну оно и заинтересованные товарищи хотят, чтобы мы вообще через единый государственный портал все это оформляли. Ну просто так, вообще, как таковой. Ну он ведь не в каждом поселке есть, правда? И не всегда это вообще доступно. Неважно. Вот оформляйте электронной подписью, вот через этот самый портал. При том, что совершенно невозможным образом написан этот закон. Язык такой, что приходится юристу читать с большим трудом и понимать еще сложнее. Ну и потом вот эти сроки вступления, которых все будут путаться, и это даст возможность совершать умышленные и неумышленные многочисленные ошибки в применении положения закона. Ну и учитывая, где он принимается, этот закон, а именно высокую степень криминальных проявлений в сфере прав собственности, вот, учитывая безответственность государственных наших органов и муниципальных, учитывая отсутствие серьезного контроля за соблюдением законности, мы полагаем, что вышеуказанные инициативы будут способствовать значительному росту злоупотреблений со стороны служащих и, естественно, увеличением числа мошеннических действий со стороны криминалитета. Поэтому предлагаем вам войти на официальный портал нормативно-дворовых актов и указанный законопроект и постановление отклонить, то есть проголосовать против, о чем там есть значок, против, а вот есть еще и за. Ваш выбор. Вы спасаете свою собственность. А вот так выглядит этот самый портал. Спасибо за внимание.